Главный тренер хоккейного клуба «Борис» Юрий Михалес общается с нами для начала итоги матча. Главный тренер хоккейного клуба «Борис» Юрий Михалес общается с нами для начала итоги матча. Главный тренер хоккейного клуба «Борис» Юрий Михалес общается с нами для начала итоги матча. Главный тренер хоккейного клуба «Борис» Юрий Михалес общается с нами для начала итоги матча, Особенно такой силовой форвард. Иногда он просто выдавливает шайбу. И опять же, нам нужны игроки, которые умеют играть в меньшинстве, которые ловят шайбу на себя. Владимир Бакулин, официальный сайт КФКЛ. Юрий Владимирович, на сегодня вы практически весь состав перекроили после прошлого матча. Вот с чем все-таки связываете последние неудачи команды в чемпионате? Четыре поражения подряд. Ну, чем связываю? Связываю с тем, что мы мало очень забиваем. Мы больше играем в обороне, поэтому команда, которая много обороняется, она все равно будет рано или поздно пропускать. У нас есть момент, опять же, реализация. Я говорю, у нас реализация проблемы. Сегодня во втором периоде три хороших момента, где мы должны были, обязаны были забивать. Спасибо. Юрий Владимирович, огромное спасибо. Удачи в дальнейшем. Спасибо. До свидания. До свидания. Здравствуйте. 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 Главный тренер хоккейного клуба Слава Тулаев, Томми Ламса, прокомментирует итоги матча. Для начала, как всегда. Спасибо. Я думаю, сегодня, специальные команды, феналтики, пеналтики, моборит. Это были ключевые для победы. И, конечно же, Юхан Метцела, наш голова. Очень хорошая игра. Это тяжелое время сезона, мы в центре регулярного сезона, это твердое время, и это тяжело получить энергию в игре, но я с удовольствием с нашим игром сегодня, и я думаю, что 4-1 это рассказывает много. Они сегодня сегодня играли превосходно. Плюс отмечу игру Юхи Мецла, которая сегодня хорошо действовала в последнем рубеже. Я думаю, сейчас как раз тот период регулярного чемпионата, когда достаточно непросто игрокам находить энергию, чтобы в матче ее продемонстрировать, однако нам сегодня это удалось, и я думаю, что счет 4-1 сам говорит о себе. Коллеги, не забываем представляться. Владимир Бакулин, официальный сайт KHL. Томми, нет ли желания после сегодняшнего матча попробовать Воробьева вместе с Сошниковым? Да, конечно, это одна опция. Одна опция для нас. И мы должны думать, когда мы идем дальше, что мы попробуем эту опцию. Да, такой вариант, в принципе, обсуждался и присутствует. В течение сезона, как он будет дальше заходить, и почему бы к этому варианту, в принципе, нам не прийти. Так что да. Второй вопрос. Чуть больше месяца назад вы уже играли с Борисом в Уфе, и тогда неудачно провели третий период. Вот сегодня, что сказали парням перед решающей 20 минуткой? Ну, я думаю, что сегодня, ключевым ключом было нашу пенальтику, в начале третий период. Так что это было хорошо, и после этого мы играли уменьшим. Но я не сказал ничего особенного. Просто, как мы имеем планы, когда мы уходим. И ребяты следовали очень хорошо сегодня. Да, момент после прошлого матча. Я, конечно, помню, когда мы выигрывали 2-0, но сегодня ничего особенного не говорил в раздевалке. Хочу отметить, что ключевой момент сегодня, то, что мы успешно сыграли в начале третьего периода в меньшинстве, и то, что с течением сезона наша игра улучшается, потому что ребята все лучше и лучше понимают эту систему, придерживаться того плана, который мы как раз таки им даем, и мы как раз таки его успешно реализуем на льду. Алексей Горюнов, московский колесоволец. Тобе Слава Солодухин сегодня получил повреждения, попала шайба по рукам, по-моему. Насколько он в хорошем состоянии, и насколько у вас планы использовать его так в качестве 13-го нападающего только под меньшинство в дальнейшем? А, вообще, в моменте я не знаю, как плохое ощущение он имеет, но я думаю, это очень важно, это очень важно, как это является характером и отношением, как он хочет помочь, потому что как бы он сегодня, как он сегодня получил. И сегодня, План был, чтобы Солодухин играл на пенальти-классе, и я думаю, что он один из лучших в этой лиге, в этой роли, пенальти-классе, и поэтому сегодня он был 13-й, и он играл на пенальти-классе. Это о многом говорит, а о многом говорит о том, насколько он один из самых сильных игроков именно по этой роли, по игроку, который умеет хорошо действовать в меньшинстве. Денис Таипов говорит обзору. Томми, объясните, почему в составе играет Картаев, а не Пименов? В начале сезона вы Пименова очень сильно хвалили, говорили, что он отлично влился, и в меньшинстве, и в обороне серьезно помогает. Да, Пименов, когда он играл, он играл хорошо, и он самый сильный центр, но в момент Картаев тоже играет хорошо, и в последние игры я также хотел дать Айстану в Воробьеву, поэтому мы ротировали наших игроков, и это все. Картаеву дать ему игровое время, и плюс Воробьев, поэтому решили так. Томми, спасибо. Добро пожаловать. Спасибо. Роман Старченко, защитник хоккейного клуба «Борис». Для начала, если можно, итоги встречи. Ну, в целом, неплохая игра была. Единственная, наверное, бригады большинства и меньшинства сегодня сыграли ужасно. Над этим нужно работать. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ. Роман, но все-таки вот четыре поражения подряд, да, наверняка анализировали. В чем причина вот этих поражений? Вот ваше мнение. Ну, во-первых, это плохая реализация, маленькая дисциплина у нас хромает. Стараемся, работаем, я думаю, выйдем с этой ситуации. Вы достаточно успешно до сегодняшнего момента играли против Салавата. Чаще побеждали, чем проигрывали. Вот сегодня все-таки чего вот именно не хватило? Ну, я говорю, не хватило игры в неравных составах. У нас три удаления, три гола. В свою очередь в большинстве мы, в принципе, ничего особо не создали. Роман, ну как сейчас вообще обстановка в коллективе, учитывая вот эти поражения? Ну, мы сплотились, ребята, понимаем всю ситуацию. Стараемся выйти все вместе. Все вместе туда ушли, все вместе будем выходить подружнее, посплоченнее. Так что, надеюсь, будем прибавлять с каждой игрой. Ну, вас можно назвать таким злым гением Салавата Юлаева. Практически в каждой игре отличаетесь. В чем секрет? Да нет никакого секрета. Просто выхожу и играю в хоккей. Скажите, пожалуйста, вообще, как обстановка после этой драки? Вообще, что происходит? Ну, нам со стороны кажется, что вообще в команде полный дисбаланс. Никто ничего не понимает, каждый сам за себя. И это не показывает, что в равнодушных нет. Это, наоборот, минус работает. Нет, такого нет. С этой драки, я думаю, это больше, наверное, корреспонденты раздули. Да, это неприятная ситуация, но это мужской коллектив. Это, я думаю, не первый случай в истории хоккей, когда между собой драки Дерус подрались, выплеснули пар, пожали друг другу руки, извинились. Ну, единственное, да, человек травму получил. Но не стоит из этого так раздувать. Здравствуйте. Азамар Швелков, Медиа Корсет. До этого соперники Салавата отмечали качество льда, но у фарени плохое. Что вы скажете на этот счет? Сможете ли сравнить с другими аренами КХЛ? Спасибо. Лед как лед. Не знаю, везде качество разное. Ссылаться на это, я думаю, нет смысла. Роман, у нас есть вопрос из чата. Если можно, включайтесь. Что еще раз? Вопрос из чата сейчас будет. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Это из Нурсултана Жанар Сардалина, Best News KZ. Роман, сегодня необычный был состав. В первое звено подняли практически весь состав Checking Line. Как вы думаете, у ребят сегодня получилось, не получилось? Что бы вы отметили? Ну, я думаю, не стоит на этом зацелиться. У нас командная игра, и каждый состав должен быть лидером. Четыре равных состава, каждый выходит и играет. Но, по вашему мнению, ребята справились или нет? Ну, мы проиграли игру, я думаю. Роман, еще один вопрос. Давайте какую-то оценку. Это не мне, а тренерам, наверное, руководство. Еще один такой вопрос. Роман, вы сказали, что журналисты преувеличивают масштаб ЧП, который произошел на тренировке. Но скажите, пожалуйста, да, хоккей – это нервная игра, и муштая игра, и так далее. Но разве это нормально, когда, скажем так, бьют друг другу, простите, морды, ломают челюсти? Ну, это же можно как-то, наверное, может быть, по-другому решить. Вы можете рассказать, вот, из-за чего там все произошло? Потому что мы видели только видео, там неотчетливо все и непонятно, что, как там. Из-за чего там все началось-то? Поднять руку, опять же, извините, на своего одноклубника, хоть он миллион раз был неправ, но это, наверное, ненормально все-таки. Как, а, наверное, виноваты всегда двое, да? Да. Так что он подлетел. Ну, я толком момента не видел, но было столкновение, что-то не поделили, не поспорили, зацепились. Ну, игровой момент где-то был. Просто дошло до драки. Я говорю, здесь ничего такого нет. Подрались, подрались, все. Забыли, поехали дальше. И еще один вопрос, позвольте, да, коллеги? Роман, команда проигрывает четвертый раз подряд, но, в принципе, еще запасы игр есть, более или менее где-то можно нагнать, но самое страшное, чего мы не видим, не видят и болельщики, нет огонька в глазах. Нет огонька у тех же легионеров, да? То есть как-то так притормозились, что ли, как-то так выходит, просто как будто бы отбывают свою игру. Вы с такой оценкой согласны? Я думаю, нет, да, идет череда поражений, где-то эмоционально, психологически подсели, ушла уверенность, что-то где-то не получается. Но мы все выходим, играем, стараемся, играем на победу. Не всегда все получается. Хорошо, спасибо, слово коллегам, спасибо. Роман, огромное спасибо, изначально представили вас защитникам. Просим прощения. Все страшно. Нападающих окидного клуба Борис, Роман Старченко. Успехов. Спасибо. Михаил Воробьев, нападающий хоккейного клуба Салавати Лаев, подведет итоги встречи для начала, а потом уже ответит на ваш вопрос, Миш, по игре. В принципе, игра была равная, и просто нам удалось использовать ошибки соперника, и хорошо сработало большинство. Так игра была кость-кость. Обе команды выкладывались. Было интересно очень играть против Бориса. Изума Шелуков, Медиа, Корсеть. Были реваншистские настроения перед этим матчем с учетом поражения недавно в Уфе? Еще раз повторите, не услышал. Были настроения реваншистские перед этой игрой с учетом домашнего поражения от Бориса недавно? Да, конечно, я помню эту игру. Обидное поражение было, хотелось отыграться, показать, что тогда была случайность, что мы можем и должны обыгрывать соперника. Тем более на своей площадке, при полных трибунах, относительно полных трибунах. Некоторое время вы были в запасе, сейчас вернулись в состав, сегодня прервали шестиматчевые серии без голов. Почему не играли, как вам это объясняли? Насколько вы довольны своей игрой сейчас? Ну, всегда есть к чему стремиться. В любом компоненте можно добавлять. А по поводу того, что не играл, это как ротация. У нас все игроки достойны места в составе, и мы должны конкурировать между собой, выигрывать конкуренцию. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ. Михаил, психологически все-таки сложно вам было, когда не ставили в состав долгое время? Психологически не было сложно, потому что, по сути, ничего не поменялось. Все также друг друга поддерживали, общались в команде. И со стороны тренерского штаба все было так же. Не сказать, что как-то меня чем-то ущемляли или тому подобное, просто какие-то моменты подсказывали мне, чтобы я их улучшил, отрабатывал больше на тренировке и заслужил место в составе. Алексей Голюнов, Московский комсомолец. Михаил, Василий Чижов говорил в интервью, что вам нужно в игре в обороне прибавлять. Как оцените именно этот компонент сейчас по этим матчам? Довольны ли именно игры в обороне? Ну, были моменты, когда мог сыграть лучше. Опять же, повторюсь, тренера подскажут, где еще я могу улучшить этот компонент, чтобы не было каких-то провалов, чтобы, как я... Я люблю больше играть в атаке. Как вот, ну, сам я рассуждаю, что лучшая защита – это... Как правильно сказать? Если все время играешь в атаке, не приходится обороняться. Вот я к этому веду. Поэтому, ну, если приходится обороняться, то нужно это делать хорошо и правильно, чтобы не пропускать головы. Миш, огромное спасибо. Всем спасибо. Удачи. До свидания. Александр Каденкин, форвард уфимского хоккейного клуба Салават. Илайв, Саш, слышите нас? Да, да, я слышу. Здравствуйте. Да, для начала, если можно, оценку игры. Ну, игра такая сложная получилась, терпеливая. Поэтому, можно сказать, такая рабочая победа. Вот вы стояли много в меньшинстве, забили в большинстве. То есть, так сказать, без особой красоты, да, то есть такая рабочая победа. Рабочие два очка. Коллеги, задаем вопрос, но не забываем представляться. Владимир Бакулин, официальный сайт ТХЛ. Александр, надержали сегодня в голове, что Борис неудобный соперник в последнее время? Да нет, не держали. В принципе, нам сейчас так надо свою игру ловить, набирать очки. Поэтому, как бы, если мы будем выполнять все, что требуется, если будем играть правильно, в принципе, для нас не будет неудобных соперников. Алексей Горенов, московский комсомолец. Ну, Александр, сегодня удалось отдать хороший голевой пас и забить. Давненько в атаке не все получалось. Что до этого мешало? И насколько сейчас лучше себя чувствуете? Ну, тяжело сказать, на самом деле. Сейчас и сейчас там не все получается. То есть, надо ловить свою игру от простоты, да, от простых вещей, которые... От правильных вещей от них отталкиваться. И через эти... И тогда игра будет складываться. В принципе, сегодня тоже ничего там такого сверхъестественного не было. Да, то есть просто... Просто правильные вещи делали. Александр, на сегодня, в отличие от прошлого матча с Борисом, удалось провести хороший третий период, да, забить. Вот что сказали тренеры перед третьей двадцатиминуткой? Да ничего, да, я здесь повторюсь, опять-таки, что надо играть правильно, надо держать концентрацию, в принципе, выполнять... Играть строго, без потерь, ничего. А так, ну, еще раз повторюсь, да, мы не держим в уме там предыдущие игры, да, сегодня такой новый день, новая игра, поэтому... Никто даже не задумывается там о том, что было вот до этого, на самом деле. Денис Тайпов, Горобзору. Александр, ну, наконец-то вас свернули, да, звенок Жарковой к Угрышам, и видно, что сыгранность-то она возвращается. Насколько вам легче играть с привычными партнерами, чем до этого, когда постоянно кто-то менялся? Нам, со стороны, кажется, что намного легче, игра совершенно другая у вашего звена пошла, и лично у вас спасибо. Ну, тяжело сказать прям, ну, наверное, да, как бы намного проще, когда ты знаешь, когда партнеры в каком месте, то есть когда ты играешь долго, ты можешь о чем-то договариваться, да, примерно уже чувствовать, понимать, кто в каких моментах как играет, поэтому в этом, ну, наверное, есть, то есть вот это вот понятие химии, у кого-то она сразу рождается, у кого-то, да, то есть через игры, через какие-то, то есть шаг за шагом, вот. На самом деле я бы не сказал, что у нас там какая-то там прям вот, что мы там что-то опять, ну, опять придется повторяться, да, то есть как бы не сказать, что мы там делаем что-то сверхъестественное, да, мы стараемся играть попроще и делать именно правильные вещи. То есть как бы я надеюсь, что дальше, то есть будет только лучше. Саш, огромное спасибо, удачи вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.